Кадровые изменения коснулись топ-менеджмента агентства Хабар. Пост председателя правления сегодня покинул известный журналист Ерлан Бихожин. Он возглавлял телесемейство последние два с половиной года. Свежая подача, новые проекты, новое видение. Такие задачи перед коллективом Хабара ставил Ерлан Бихожин, для которого во главе угла было и остается как качество телепродукта, так и создание условий для работы творческих команд. Вклад известного журналиста как в агентство Хабар, так и в казахстанское телевидение в целом, несомненно, колоссален. Репортаж Динары Женбатыровой. Решает и отвечает за своих, так отзываются о Ерлане Бихожине, и теперь в коллективе медиахолдинга Хабар. Известный журналист стоял у истоков современного отечественного телевидения. По сути, именно Хабар в свое время стал трамплином для карьерного роста Бихожина. Получив опыт управленца на телеканале «Мир», в газете «Лидеры» и в президентском телерадиокомплексе он возвращается домой, в агентство, и выводит его на топовые позиции. Он, как никто другой, понимал, контент делают люди. И именно для этих людей Бихожин решал социальные вопросы. Дом, где живет счастье. На самом деле, для человека дом – это не просто стены, какой-то кровь, это территория жизни человека. Это атмосфера уюта, это место, где растут дети. Мы счастливы, что нам удалось реализовать этот проект. Демократичный контроль – так он назвал свой стиль управления в одном из интервью, интернет-изданию. Дав свободу для творчества, медиахолдинг поменял политику. Под покровительством Хабара молодые талантливые артисты громко заявляли о себе на международной арене. Новостные сводки телеканала «Хабар-24» разлетались по цитатам по всему миру. Общественно-политические дискуссии экспертов привлекли ни к одной проблеме в стране и за ее пределами. На ваш взгляд, какой вклад внес Касым Жамард Кемельч в развитие дружеских отношений между Казахстаном и Россией? Самый непосредственный вклад внес Касым Жамард Кемельч. Безусловно, телесемейство идет в ногу со временем и держит своего зрителя в тонусе как с экранов телевизоров, так и в социальных сетях. Сейчас телеканалы агентства вещают не только в домах телезрителей. Хабар есть и в интернете. Миллионы просмотров, сотни тысяч подписчиков на официальных аккаунтах агентства – это только начало, мотивировал команду Бихожин. Дерзайте, творите, а мы со стороны будем вас поддерживать. Несмотря на нагрузку руководителя, Бихожин всегда оставался в профессии. В его копилке интервью с самыми разными людьми мирового масштаба. Вам свою книгу подарить, мы по визитам сам написали. Ну да, молодец. А в своей авторской программе «Национальный интерес» Ирлан Бихожин обращал внимание чиновников на социальные проблемы. Продвинутые, справедливые, профессиональные. Таким его запомнят зрители и коллектив агентства Хабар. Динар Жамбатырова. Итоги дня.